Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада видеть на нашем вечере, какой у нас двукамерный, прекрасный вечер. Уже, я думаю, вы были на одном из концертов Александра. Нас ждет прекрасное исполнение фортепианное, прекрасная программа. А я сейчас хочу вас пригласить, если кто еще не знает, что этот год юбилейный. Николаю Константиновичу Рериху 9 октября исполнится 150 лет со дня рождения. И это событие очень широко празднуется во всем мире. Конечно же, празднуется и в России, и у нас тоже. Мы совместно с Русским Домом открыли программу, которая уже идет. Она называется «Рерих и современный мир». Эта программа идет по четвергам в Русском Доме в 16.30. Вот мы уже провели там открытие, провели встречу в космонавтике. Там был прекрасный доклад о космонавтике в Кыргызстане. Нам читал его Леонид Марокков рассказал. Такой же умный лист, историй. В общем, все подробно. Было очень интересно. Как вы у вас перейдете? Я послушала по записи. Прекрасный был вечер. Да, да, да. Были студенты из нашего института авиации. Такие в форме ребята, девушки. Очень было приятно на них смотреть. Они тоже очень все внимательно слушали. Потом они песни спели. То есть прекрасный вечер был. Поэтому я вас приглашаю. Приходите. В этот четверг у нас будет тема «Политическое творчество Николая Константиновича Рериха и современный мир». Буду я читать доклад. А где? Где? Русский дом. Где? Проспект Аркендик, 2, дробь 1. Это бульвар Снежинского. Это район железнодорожного вокзала. Это вот если идти вверх по правой стороне практически чуть-чуть. Перед институтом геологии. Да, да, да. Там где здание Красного полумесяца. Кто знает, да? Здание Красного полумесяца. А там сразу же русский дом чуть-чуть вверх пройдет. Приходите. Там загор такой сумасшедший. 9 метров. Вот они там. И там будет у нас тоже музыкально-поэтическая композиция. Мы тоже ее делали музыкально-поэтическую композицию. Там ее мы повторим немножечко. Вот. То есть тоже у нас будет очень прекрасная пианистка из Москвы. Анна прекрасно играет. Прекрасно нам аккомпанирует. Вот. Когда мы читаем стихи. Поэтому приглашают. Нам, по-моему, нужна регистрация какая-то. Ну, я думаю, если мы придете без регистрации, ничего страшного. Ну, мы, наверное, в чат сбрасывали, да? Вот. То есть система, по которой, да, нужно регистрировать. Ну, приходите. Я думаю, что... Это будет четверг, 18 апреля, 16.30 к началу. От 16.30 до 6 часов. А как же мы будем на улицу выходить? Там не будет концерт. Там мы будем читать стихи, декламированные стихи Николая Константиновича. Анна... Вот вылетела из головы. Помнишь, Анна? Вот бывает... Пока... Это она там в русском доме. Вернила. В русском доме регистрируется? В Славской? Нет, не в русском доме. Там онлайн регистрация. Там уже храмы... Где Александр пропускает? Он выпускает. Так, значит, всех пропустим. Скажите, мы из музея Рыб. И все. И у вас всех пропустят? Там всех пропускают. Заходите. Вернии кто-то наш будет вставить. Друзья, всех пропустим. Даже если там не будут. Там все наши. Проходите. Я вас приглашаю. Скажите, как я уже буду. Всех там пропускаю. Прошивайте, приходите. Если вас это интересует, политическое творчество. А сейчас давайте настроимся на музыкальный вечер. Выключим телефоны, чтобы не отвлекать себя, не отвлекать рядом сидящих. В прошлый раз были такие пожелания, чтобы люди пришли слушать музыку, не отвлекались своих соседей. Будем очень уважительно относиться к выступлению и к людям сидящим рядом. А сейчас я приглашаю Александра Кутырского. Друзья, я каждое произведение предварю небольшим вступлением. Я не буду долго рассказывать. Сегодня произвучат три произведения. Две соната и турецкий марш. Все эти произведения, они отличаются друг от друга, но при этом у них есть некоторое внутреннее сходство, о котором я попытаюсь вам сегодня немного рассказать. В начале я сыграю сонату Моцарта для мажорной одиннадцатую. Она, как и другие произведения, которые я сегодня сыграю, очень известна. Известна, прежде всего, своей третьей, последней частью. Это турецкий марш. Первая часть – это вариации, вторая часть именуется трио, третья – это ронда, написанная в стиле турецкого марша. Что такое турецкий марш и откуда вдруг он возник в музыке Моцарта? Дело в том, что в Османской империи, в Турции, было такое музыкальное явление, военное музыкальное явление, как оркестр Янычат. В этом оркестре использовались такие инструменты, как большой и малый барабаны, треугольник, тарелки. И эта музыка, она была так или иначе известна в Европе. И особенно она прославилась, когда в 1699 году, после военных действий между объединенными силами Австрии, Венецианской республики, Речи Посполитой и Российской империи, с одной стороны Турции, с другой, был заключен в Вене Мир. И к этому событию, на это событие, из Турции был прислан оркестр Янычат, который некоторое время играл в Вене, устраивал представления. И эта музыка, сопровождаемая ударными инструментами, так понравилась, произвела такое впечатление, что затем многие композиторы, Гайден, Моцарт, Витховен, все они, Глюк, Россини, все они так или иначе использовали вот эту маршообразную музыку с звенящими треугольниками, колокольчиками, с барабанами в своих произведениях. Так, например, можно вспомнить музыку к комедии «Мольеры и Чинин во дворянстве», где главный персонаж, он очень хочет стать аристократом, и его в конечном итоге производят в чин турецкого «Мамамуши». Это полностью выдуманная история, никаких турков знатных в этот момент нет. Это такая игра в турецкую аристократию. И все это также в музыке сопровождается, Жан-Батистом Люли сопровождается турецким маршем. И Моцарт тоже в своей сонате его использовал. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Но Шопен, он не любил программного сочинения, он не любил, когда сочинения рассказывали, он призывал прежде всего услышать, что было в этой музыке. Например, он, поместив Копеков к одному из своих ногтёрных, затем его убрал и сказал, что пускай лучше сами догадаемся. Давайте будем догадываться. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 зачем затем также приложение сделал переложение переложения антона рубинштейн заключение концерта а а а а и а а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 культурная программа в воскресенье, потому что в воскресенье есть возможность уже прийти. Сегодня у нас так камерно получилось, многие сожалели, что работают, но мы были очень рады, когда Александр нам предложил этот концерт. То есть у нас получилось мы до 15-го отправили, после 15-го, широко отпраздновали Дародный день культуры. В будущем году будет 80 лет, во дня подписания Пакта Рериха. Кто часто к нам ходит, знает, что Николай Константинович радовал за сохранение культурных ценностей. И 15-го апреля 1935 года был подписан международный договор об охране культурных мировых ценностей. И охранительным знанием стало знамя мира, знамя культуры, которое вы видите над нашим музеем. Белое полотнище с тремя амарантовыми кругами, в круге тоже амарантовом, которые означают прошлые, настоящие и будущие культурные достижения человечества в круге вечности. И второе значение знания, культура и искусство, извините, знания, искусство и вера, да, или религия в круге культуры. Видите, вы такие молодцы уже. Я так во всяких случаях все это повторяю. Может быть, кто-то новый пришел, да, человек, чтобы знали, что у нас. А сейчас хотели задать вопрос. Да, немножко. Прошу. Поздравляю. Ну, это такое личное, как всегда, это... То есть, а у вас есть что-то свое, потому что вы сами пишете музыку? Знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю, что не всякие артисты пишут пьесы. Не платят пьесы, а может, какие-то нарисовки, наработки. Я имею в виду, что наше искусство это интерпретаторское. То есть, наша задача не создать что-то новое из нуля, а наша задача прочесть текст, который уже существует, и его понять. То есть, эта задача, она сравнима с задачей артиста, которому дается пьеса, он ее читает, он ее интерпретирует, придумывает костюмы, жесты, пластику персонажей, его речь, мизансцены, и таким образом он оживляет персонажа, которого он не создал с нуля, а интерпретировал текст, который был написан. Раньше, конечно, исполнитель и композитор, это, как правило, был один и тот же человек. Но, допустим, Моцарт, он был так и великий исполнитель, так и великих композиторов, например. Так можно сказать, наверное, почти о всех композиторах. Но с 19 века, когда бурно начала развиваться концертная деятельность, и исполнители стали много посвящать времени уже разучиванию того богатейшего репертуара, который был создан, то если две профессии разделились, то иногда они не случаются. Благодарю. Но это все равно проживание жизни чужой, не своей. То есть вы погружаетесь в атмосферу, которую создал непосредственно композитор. Это здорово, что вы оживляете, это так чувствуется, что вы проживаете эти моменты, передаете настроение до мурашков, прям погружаешься. Иногда интересно. Я понимаю ваши мысли, но здесь на самом деле все очень сложно, потому что известен пример, когда люди воспитывались в лесу, например, чему они научились. И выяснилось, что никаких изначальных знаний, в общем-то, у нас нет во всему, а все, что мы знаем, мы берем у кого-то. И тоже можно, например, сказать про творчество Айдана Себастьяна Бах, который, безусловно, является величайшим композитором, но он не создал музыку с нуля, он вобрал в себя традицию глубокую, которая приходила к армянам по многим столетиям, очень хорошо знал, и уже на основе этого он смог создать то, что он создал. Также, отвечая на ваш вопрос, можно вспомнить, как, например, учат художников, они же тоже вначале копируют, вначале не повторяют. И здесь можно вспомнить еще другую фразу, которую приписывается тоже многим, но, скорее всего, в Пикассо, что посредственность имитируют агинь и хадинь. То есть имеется в виду то, что чем талантливее человек, тем он более открыт к тому, что он видит вокруг, и тем он делает чужое своим. Отвечая на ваш вопрос. И в этом, собственно, и состоит задача интерпретатора, задача артиста на сцене сделать чужое своим. И в этом, собственно, и заключаются два варианта проблемы. Можно я тоже добавлю? Каждый человек, на самом деле, проживает по-разному. Ну да, да. И каждый исполнитель тоже исполняет по-разному. Да, 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 на самом деле. Поэтому здесь нот отворчества… Нет, нет, безусловно. Это безусловно, да. Это чувство спорации, все подачи, это все, безусловно, безусловно. Просто мне стало, что Путин такой одаренный. А человек я впервые просто на вашем концерте присутствовал, с удовольствием так прилетелась, раз сюда. И захотелось что-то в отличном вашем, чтобы погрузиться более глубоко именно в ваш внутренний мир. Но мы показали, это все достаточно. Мы подберемся. Да, можно я тоже скажу? Да. Я тоже первый раз на вашем концерте. Вы видите, просто гениально, потрясающее, виртуозное исполнение. Вот правильно сказали. Мурашек, да мурашек. Вот именно ваше исполнение, ваша игра. Браво! Спасибо вам большое. Есть еще вопросы? В консерте? Спасибо. Только удачи вам желаем. А преподаете, да, в концерте? Да. Спасибо вам большое, что вы ходите. Да, конечно. Я считаю, что нам очень повезло, нашему городу, что приехали такие замечательные музыканты. Я не помню точно фамилии. Матемников. 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 И Кудрявцев. Я уже, наверное, концертов четыре-пять посетила. Вы поклонники. И здесь, потому что я поклонница. Я просто счастлива, что в нашем городе появились такие прекрасные музыканты. Вы посмотрите. Ни разу не подсмотрел. Никаких нот рядом. Все на память. Все прочувствовано. Все отработано. Это такое мастерство. И консерватории нашей повезло. И мамы слышат. Очень большое спасибо, что вы с нами. Спасибо большое, что вы приходите на концерты. Мы род euro gö politicены и рады. Спасибо, что вызываем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Fevere letter letter typ. Это частью הב�ам. Спасибо.